Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие! Мы продолжаем. Пошив сумочки шаг за шагом. В последнем видео мы с вами собрали подкладку. Нам оставалось только соединить детали машинной строчкой. Я прострочила свою подкладку, сделав два шва на расстоянии около 4-5 мм друг от друга. Можно это обработать оверлоком, можно просто положить одну строчку. Это все равно, не играет роли. Главное, чтобы наша подкладка была хорошо сшита. Итак, сегодня у нас женитьба. То есть мы соединяем подкладку с сумочкой. Как мы будем это делать? Вот смотрите. Сумочка у нас стоит боковой передней частью к вам. Значит, вот это вот лицо моей сумочки. То есть, когда я буду ходить с сумочками, я ее буду носить вот так. Это значит, смотрим на нашу подкладку. С какой стороны у нас карманы? Карманы у меня вот с этой стороны. Значит, я ее разворачиваю вот так. Еще раз. Вот это лицо сумки, карманы на подкладке находятся на задней стороне. То есть, если мы сейчас вставим подкладку в сумку. Вот мы ее вставляем. Еще раз, девочки. Лицо, карманы на противоположной стороне. Запомните это. То есть, карманы не на лицевой стороне, не к нам. Они на противоположной стороне у нас от лицевой части сумочки. Дело в том, что, когда мы будем пришивать фермуар, та сторона фермуара, где находится ручка, она будет пришиваться тоже вот на эту противоположную сторону. То есть, ручка у вас должна лежать как бы ближе к телу. И когда вы будете открывать сумочку, вот она откроется, вот эта часть, где карманы, должна тоже прилегать к телу, чтобы вам удобно было что-то ложить или брать из этих карманов. Это очень важно, девочки. Не перепутайте. Если перепутаете, будете потом мучиться с такой неудобной сумочкой. Итак, девочки, вставляем подкладку. Я вам уже говорила, что я вверху ничего не рисовала. Не рисовала форму фермуара на подкладке. Почему? Да потому что подкладка, когда мы ее вложим в сумку, она немного поднимется. И тогда то, что мы рисовали, в принципе, мы должны рисовать по новой, но я это не делаю. Я сейчас просто очень хорошо расправлю мою подкладку в сумке полностью. Очень хорошо расправляем каждый уголочек, каждую стеночку. Смотрите, я заправила. Вот видите, у меня подкладка выглядывает. Теперь смотрим по всем швам, чтобы у нас подкладка легла так, чтобы у нас как бы швы совпадали. Но, девочки, обратите внимание, я вам уже рассказывала в других видео. Я делаю так, чтобы швы на подкладке у меня немножко сдвигались по отношению к швам на сумочке, чтобы не было лишних утолщений. Это значит, если у меня вот швы на сумочке здесь, на подкладке они у меня как бы сдвигаются на ширину шва как раз вот в эту боковую вставочку. И вот видите, у меня получается. Вот один шов, вот второй шов. То есть они не попадают друг на друга. И за счет этого у нас нет такого утолщения. Здесь немножко как бы тянет, но это из-за того, что подкладка поднялась выше. Можно сделать следующее. Чтобы вам не мучиться, отсеките вот эти уголки вровень с сумочкой. Тогда у вас все, в принципе, более-менее хорошо расправится. Давайте срежем их немножко. Но не очень глубоко, чтобы это не получилось у нас в сумочке. Вот. Теперь подкладка стала сверху немножко шире. Очень хорошо расправляем. Вот смотрите, выкладываем. Следим за тем, чтобы наши швы были все ровно распределены. Проверяя, как выглядит у нас внутри сумочка, и прикалываем нашу сумку к подкладке. Вот. Через все слои. Скалываем ее с одной стороны. Теперь переворачиваем на вторую сторону. То же самое. Проверяем наши швы все. Все раскладываем. Проверяем, как выглядит внутри сумочка. Все поправляем. Опять прикалываем нашу сумочку и подкладку вместе. Теперь делаем то же самое на боковых вставочках. Хорошо раскладываем, заправляя наши вот эти швы на подкладке. Вот. Вовнутрь, внутрь нашей боковой вставки. Очень аккуратно все это делаем. Проверяем по сторонам. Точно так же подкладку выкладываем. И когда мы все это расправили, выложили, точно так же скрепляем подкладку сумкой булавками. Ой, никак. Вот. Сейчас я все разложу, расправлю и покажу вам, как это выглядит. Очень аккуратно делаем, не торопясь. Так. Момент. Вот так. Я попытаюсь вам показать, но тут свет очень плохой. Здесь почти ничего не видно. В общем, я расправила полностью всю подкладку. Теперь берем ниточку и иголочку, желательно в цвет вашей сумочки, и наживляем нашу подкладку вместе с сумкой. То есть мы прошиваем по контуру сумочки, соединяя подкладку вместе с сумкой. Делаем шов как можно ближе к краю, чтобы мы потом это все не отпарывали, не вытаскивали на меточку. Это у нас все закроется затем оверлоком. То есть мы будем оверложивать верхний срез сумки и подкладки. Девочки, делайте это каждую часть по отдельности. Дело в том, что на боковых вставках мы будем делать потом вырез. Если у нас все сшито одной ниточкой, это может как-то там поползти. Поэтому делайте две главные стороны и две боковые стороны. Сейчас я вам покажу. Вот я прошла основную сторону. Делаю последнюю петельку игла назад. Отрезаю ниточку. И теперь прошиваю отдельно вот эту боковую вставку. Точно так же делаю эту сметку. Сметываем все аккуратно. Прошивайте все хорошо насквозь. То есть с подкладкой вместе. Не так, чтобы потом вы сняли иголочки, и у вас что-то не пришито. Ну, я сделаю сейчас все остальное дальше. А пока хочу показать вам наш следующий шаг. Прошиваем каждую деталь. И затем, вот видите, у нас сумочка вырезанная правильно, мы обрезаем по высоте нашей сумочки излишки подкладки. Аккуратно вырезаем все это. Делайте это, и затем мы продолжим. Девочки, посмотрите, наша сумочка почти готова. То есть мы соединили нашу подкладку с сумкой, обрезали излишки по форме нашей сумочки. И вот видите, как все хорошо у нас легло, все расправилось просто замечательно. А теперь, девочки, мой секрет, почему я не делаю вырезы на боковых вставках? Я это делаю потому, что раньше, когда я измеряла фермуар, вырезала все правильно, у меня получалось всегда так, что шли какие-то расхождения. Хоть 5 мм, но было расхождение. И у меня получалось, либо вырез сумочки маловат, но это было легко исправить, либо большеват. Тогда это было некрасиво. Поэтому я уже давно пришла к этому варианту. Я не делаю вырез до последней минуты, как сейчас. То есть, когда сумочка готова. Это очень хорошо, потому что в процессе пошива, как я уже сказала, бывают какие-то отклонения. Бывает, что вы там немножко шов пошире положили, что-то там сдвинулось, пятое, десятое, и в итоге где-то что-то не совпадает. Сейчас сумка готова. Единственное, что мы можем сделать, проверить наши швы все. На одной или высоте у нас кедр. Проверяем здесь. Все у нас совпадает. Все у нас замечательно. А это значит, девочки, измеряем теперь вот этот участок от одного шва до другого. То есть, измеряем наш платочек. Так, сколько у нас здесь сантиметров? 16 сантиметров. Вот, видите, 16 сантиметров. Теперь измеряем наш фермуар. И измеряем мы не от шарнира, а вот от этих скобочек, где у нас дырочки для пришивания. Вот эти шарниры мы выбрасываем, мы их не считаем. Итак, измеряем наш фермуар, который мы будем пришивать. Он у нас, если считать шарнирами, почти 32 сантиметра. Без шарниров 30 сантиметров. А это значит, 30 сантиметров у нас фермуар, сторона у нас 16. 30 минус 16, получается 14. 14 сантиметров нам нужно отложить вот на этом вырезе. То есть, для этого мы берем, находим середину нашей вставочки. Можно сложить вот так. Можно измерить сантиметровой лентой. Можно, в принципе, проверить затем. Итак, у меня получилось в готовом виде вверху чуть-чуть меньше 12 сантиметров. А это значит, ну, почти 6 сантиметров. Да, вот у меня получилась наметочка 6 сантиметров. Вот, видите. Напоминаю, 30 минус 16, 14 сантиметров. У нас ширина, ну, чуть меньше 12. Это значит, что 14 сантиметров нам нужно отложить вот на этих двух отрезках, которые встречаются посередине. Берем 7 сантиметров, половину от 14, прикладываем вот сюда вот в угол, где у нас шов. И где у нас отметочка 1, то есть нулевая точка начинается, мы ее совмещаем вот со средней линией. То есть нам нужно отложить от угла до середины 7 сантиметров. Вот здесь у нас наметочка. И теперь с этой стороны 7 соединяем с углом, все совпадает. Вот они у нас 14 сантиметров. Наша разница. Теперь мы можем вырезать этот уголок, и у нас все совпадет миллиметр в миллиметр. Еще раз вам показываю. Мы измерили нашу сумочку, вот где у нас платочная часть. Это 16 сантиметров. Фермуар, скажем так, вот от этой середины, вот до этой середины, 30 сантиметров. У нас 16. 16 и 30, это разница 14 сантиметров. То есть мы можем считать либо вот так 14, либо до половины в одну сторону 7, либо до половины в одну сторону 7. То есть мы считаем, как бы вот это расстояние, вот от этой точки, вот мы идем, 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 и вот до этой точки должно быть 30 сантиметров. То же самое с другой стороны. Мы идем, 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 сюда идем, 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 выходим сюда, к этой точке, тоже 30 сантиметров. Вы поняли смысл. Вы можете высчитать вот этот угол, делая следующие расчеты. Еще раз напомню, длина фермуара 30, длина вот этой части 16, 14 сантиметров у вас разница. Ширина вашей детальки, вот боковой, скажем так, 12, находите середину, вот она. Разница у вас 14 сантиметров. Пополам делим, это 7. Откладываем вот от этого угла, где у нас шов, соединяются детали. Откладываем 7 сантиметров до пересечения со средней линией. Вот вы отложили 7 сантиметров, ставите точку, в обратную сторону, то же самое. Все. Теперь вручную кладем сейчас на меточку ниже вот этой линии, которую мы вырежем. Поэтому я вам и говорила, делайте каждый вот этот шовчик вручную отдельно, потому что вот здесь он у нас вырежется. Поэтому нам нужно, чтобы подкладка у нас никуда не убежала, проложить вручную еще вот так стежок, сметать детали. Делаем, девочки. И затем будем обрабатывать нашу сумочку оверлоком. После того, как мы вырежем вот эти детали, полностью я соединяю их, вот все слои, оверлоком. У кого нет оверлока, можно пройти зигзага. У кого нет зигзага, можно пройти вручную, соединить их вот столбиком, знаете, вручную. Можно сделать и так. Главное нам сделать вот этот шов более плоским. Его мы делаем плоским для того, чтобы он хорошо входил в фермуар. И затем, когда вы это сделаете, мы начнем пришивать фермуар. Но это будет уже в следующем видео. Я думаю, что вы все поняли. Ничего сложного нет. Кто не понял, пересмотрите еще раз концовку этого видео. Разберетесь, почему мы не делали вырез заранее на боковых вставках и почему мы его сделали в последнюю очередь. Итак, вырезайте ваши уголки на боковых вставках, обрабатывайте верх полученного выреза так, как вам нравится или так, как вы можете. И в следующем видео мы будем пришивать фермуар. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Заходите на следующее. Буду ждать. А теперь всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok